Соорганизатор выставки православных икон, общество слепых, названное в честь Ордена Трудового Красного Знамени. В этой экспозиции все необычно, даже сама идея. Омск-рещик по дереву Павел Минин захотел показать иконы людям с ограниченными возможностями зрения. Здесь очень много материала. Для людей с ограниченными возможностями мы можем взять эти аннотации и они могут прочитать, если владеет шерифтом Брайля. Также есть звуковое сопровождение. То есть эта выставка настолько продумана идеально для посетителей незрячего. Аклад кедр – прикосновенный образ пластик. С вырезанных из дерева икон сняли копии и отправили в разные сибирские регионы. Алтайскому обществу слепых художник и его соавтор подарили семь значимых для Сибири икон. Вот Абалакский образ Божьей Матери, который, согласно преданию, явился во сне Марии из селения Абалак, Блистобольска. Это сообщат аудиогид и шрифт Брайля. А вот понять икону через осязание, по опыту Светланы Борисовой, непросто, но вовсе сложно тем, кто не видит с рождения. Это долго. Это долго, это долго. Все прощупываешь, пока не найдешь что-то знакомое. Это вот мое личное впечатление. Вот нашла я там, допустим, рука. И вот оттуда я уже пошла дальше, я уже сразу все понимаю. Тем не менее, уже испытала такой, ну, впечатляет. Какой-то, ну, что я могу. Иконы останутся в музее на два месяца, а после поедут по городам края, чтобы и другие люди с ограниченными возможностями зрения могли прикоснуться к святым. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Спасибо.